Сегодня опять говорим про цену биткоина с Карлом с Луны. Мы поговорим про биткоин и DeFi, потому что у нас есть очень и очень интересные новости, которыми мы хотели бы с вами поделиться. Увидим ли мы в ближайшее время дамп биткоина, а затем крупный памп наверх. Мы поговорим про наши планы на игру, про ценовой прогноз Карла и про многое-многое другое. Но главное, досмотрите до конца видео, потому что во второй половине мы поговорим про DeFi проекты. Потому что буквально пару часов назад у нас образовался новый рекорд объема, золоченного в DeFi проектах. Значит ли это, что грядет новый цикл хайпа в DeFi? Увидим ли мы, как все опять резко растет? Все это вы узнаете в этом видео. Убедитесь, что досмотрите его до конца, а также присядьте поудобней, пролистайте вниз видео и поставьте ему лайк, для того, чтобы достигнуть нового рекорда по лайкам. Потому что если мы получим хотя бы 4000 лайков, мы будем знать, что вы хотите еще больше таких коллабораций. Также нажимайте на подписаться, колокольчик и на все. Это важно, потому что YouTube не всегда отправляет вам уведомления, когда выходят чувствительные ко времени видео. И, наконец-то, я хочу перейти к самому важному вопросу на сегодня. Карл с Луны, как дела у тебя, дружище? У меня все просто фантастически. Как у тебя дела? У меня также все очень и очень хорошо. Мы сейчас в Дубае, это очень крутая страна, и я очень впечатлен. Но еще больше, я хочу поговорить про биткоин и DeFi. Итак, ребята, давайте перейдем прямо к делу. С нами сегодня Карл Зе Мун, и начать мы хотим с биткоина в краткосрочной перспективе. Потому что, по словам Карла, кое-что очень интересное вырисовывается на графиках. Для начала, начнем с четырех часовых свечей. Но начнем с твоего твита, ведь ты запастил кое-что, что лично я считаю очень интересным и релевантным, особенно для краткосрочной перспективы биткоина. В общем, Карл, тебе слово. Да, спасибо. В общем, здесь у нас твит, который я сделал совсем недавно. Здесь у нас предупреждение по трейду, потому что сейчас образовалась медвежья дивергенция. Это значит, что цена пошла вверх, когда RSI пошел вниз. В общем, у нас расхождение между ценой и RSI. Высокая цена и низкий показатель RSI. Необычно, это знак для разворота тенденции. Когда мы видим бычью тенденцию, ведущую в это расхождение, это сигнализирует, что давление на покупку подходит к концу, и мы перекатимся вниз. Бычьи дивергенции и медвежьи дивергенции очень-очень мощные. Это, в общем-то, мои любимые индикаторы. Всегда, когда я смотрел на графики последние несколько лет, такие индикаторы были очень показательными. Так что, думаю, мы должны отнестись к этому серьезно. Такое происходит на четырехчасовом графике и на часовом. Очевидно, что это ничего не гарантирует. Но есть примерно 70-80%, может даже больше. Что это случится? Это не обязательно значит, что мы уйдем сильно вниз. Но обычно это знак, что мы очень-очень вероятно пойдем, по крайней мере, по сторонам. Или вниз. Но точно не продолжим расти вверх в ближайшее время. Это как знак для передышки, или обратной тенденции вниз. В общем-то, мы можем вернуться к графикам. И я смогу показать вам, как такие медвежьи расхождения ведут к передышкам. А затем мы продолжаем идти вверх. Окей, давай перейдем к графикам и посмотрим, что тут у нас вырисовывается на данный момент, и что ты ожидаешь. Потому что здесь есть возможность вернуться. Например, Биткоин Сенсус пишет, что мы заполним гэп, а потом дойдем до 20 тысяч. Давай перейдем к графикам, потому что я хочу задать тебе вопрос. В случае, если здесь в краткосрочной перспективе обратная тенденция, какую коррекцию ты ожидаешь? Окей, на твоем графике ты нарисовал горизонтальную линию на этой штуке, которая выглядит как восходящий треугольник. И это цель, которую я жду. Окей, здесь у нас будет коррекция в 3,5%, которая, в общем-то, ну не взрывает мозг. Да, мозг точно не взрывает, но это значит, что Биткоин не особо изменчивый. Это может быть хорошим трейдом. По моему мнению, здесь можно забирать профит при хорошей стратегии. Окей. Короче говоря, медвежья дивергенция сыграет вместе с этой коррекцией. Но ждешь ли ты отскока отсюда? Ожидаешь ли ты от Биткоина, что он укрепится от предыдущего сопротивления? Думаешь ли ты, что он сыграет в качестве поддержки? И что думаешь, после этих изменений? После дампа в краткосрочной перспективе мы увидим отскок и памп наверх? Может быть даже до цены в 12 тысяч долларов? В первую очередь, я не уверен, что мы точно уйдем вниз. Как видишь, здесь у нас достаточно поддержки. И эта поддержка, я о ней говорил уже на своем канале, она еще пока что не сломана. Да, пока что держится. В общем, эта поддержка здесь очень важна. И я думаю, когда мы прорвемся здесь, тогда я буду чувствовать уже на 100%, что мы уедем вниз, в краткосрочной перспективе. Но всегда есть возможность, что мы увидим еще небольшой памп наверх. Это всего лишь медвежье расхождение. Бывает, что мы видим три таких, и все равно видим высокую цену. Но все еще низкие показатели по RSI. Так что даже тройная дивергенция вполне возможна. Но если мы прорвемся через поддержку, не думаю, что увидим что-то такое. Ребята, вспомните, как я говорил до этого про симметричный треугольник. И я просто расширил эту поддержку. И тут также можно заметить восходящий треугольник, или даже восходящий канал. Так что мы не вышли за этот паттерн, если рисовать именно так. Нужно подождать, когда установится цена, и только тогда решать, что делать. Но если подытожить, что сказал Карл, если мы закроемся здесь, ниже этой линии, тогда вероятность значительно увеличится, дойти до, по крайней мере, этого уровня, чтобы медвежья дивергенция сыграла. В общем, давай подождем, и посмотрим, что произойдет. Но сейчас давай перейдем к следующей теме, потому что все так рады этому. Лично у меня самого какая-то часть портфолио находится в DeFi, в различных альткоинах. И мы с Карлом сейчас смотрим на один сайт, на котором мы видим, что кое-что невероятное случилось буквально несколько часов назад. У нас есть новый рекорд. Мы никогда не видели такого большого количества средств, золоченных в DeFi. Такого не было, даже в рекордный август. Поэтому я хотел бы услышать немного твоих мыслей по этому поводу. Мы уже близко к 10 миллиардам. Возможно, мы уже завтра прорвемся через 10 миллиардов золоченного объема. Это двойная вершина. Думаешь ли ты, что у нас вырисовывается новый ценовой рекорд? Поэтому может начаться новый сезон хайпа на несколько недель? Как вы помните, у нас была огромная коррекция в сентябре. В общем, что ты думаешь по этому поводу? Что думаешь по поводу графика доминирования биткоина? Итак, да, это график доминирования биткоина. И я думаю, что это очень полезная вещь, на которую нужно сейчас смотреть, чтобы предсказать цену альткоинов. Все знают, что чтобы предсказать цену альткоинов, для начала нужно предсказать биткоин. Потому что биток очень важная вещь в крипто. Поэтому что делает биткоин, то делают и альткоины, и наоборот. Итак, этот доминирующий канал, на который я посматриваю уже какое-то время, все еще не прорвался. Как видишь, доминация биткоина прыгает между поддержкой и сопротивлением. И тестируют сейчас уровень верхнего сопротивления. Поэтому, очевидно, если доминация прорвется здесь, наверху, это будут очень-очень плохие новости для альткоина. Потому что это будет означать, что доминация потенциально пойдет вверх. Также, этот желтый уровень, это уровень, про который я много говорил. Потому что, если мы немного отдалим, мы увидим довольно ясно, что такая же ситуация происходила на этом уровне уже несколько раз. И не нужно быть гением, чтобы понять, что этот уровень психологически и технически очень важный. Поэтому, пока мы держимся этого желтого уровня, очень вероятно, что все альткоины будут чувствовать себя очень даже хорошо. Но если мы прорвемся за этот уровень, мне жаль такое говорить, но в таком случае это будет конец сезона альткоинов, по моему мнению. Но пока что мы этого не видим, так что трейдить альткоины очень прибыльно, и можете заняться свингтрейдом или даже похолдить несколько месяцев. Если вы верите в этот DeFi-хайп и DeFi-проекты, мы все еще можем катиться на этой волне, но в один момент она закончится, и нам нужно будет вернуться к биткоину снова. Замечательно. Очень интересно. Я даже думаю, что когда мы прорвемся через этот уровень, в 12100, я могу представить, что люди с альткоинами понесут все свои сбережения обратно в биткоин. И, скорее всего, альткоины возьмут передышку, в то время как биткоин достигнет нового ценового рекорда. Кто знает, что будет, но я согласен с тобой. Когда биткоин берет свой курс на Луну и растет в цене, альткоины в это время, как правило, намного слабее. И, как правило, все меняют свою сторону очень быстро. Давай подождем и посмотрим, не только как сыграет бычья дивергенция, но и что будет в долгосрочной перспективе. Что будет, если мы на недельном графике соберемся на Луну? Думаю, в таком случае DeFi останется отдыхать. Но сейчас, по крайней мере, по моему мнению, мы побили ценовой рекорд, поэтому я могу представить большой импульс, приближающийся в DeFi. Но, очевидно, нужно будет подождать, чтобы сказать наверняка. Пока что я оставлю свое DeFi-портфолио. Большое спасибо за твои мысли. Они очень важны в эти времена. Мы уже давно не видели таких рекордов. Думаю, это очень интересная и важная тема, о которой стоит поговорить. Дайте знать в комментариях, что вы думаете об этом, ребята. Считаете ли вы, что DeFi продолжит расти, или вы думаете, что это просто двойная вершина, и мы опять спустимся вниз? Лично я думаю, что 10 миллиардов – это не так уж и много. Если посмотрите на последний цикл хайпа в 2017-м, когда все действительно сходило с ума, мы видели цифры в разы больше. Поэтому, если все так и закрепится, то мы увидим цифры уже в разы больше, чем в 2017-м. Дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Также в прикрепленном комментарии будет видео Карла, в самой первой строчке внизу. Поэтому листайте вниз, переходите на его канал, подписывайтесь, если еще не сделали этого. Нажимайте на колокольчик, потому что у него на канале огромное количество невероятного контента. Огромное спасибо, что вновь вернулся на наш канал сегодня. Жмите лайки, если вам нравятся такие коллаборации. Если у нас будет более 4 тысяч лайков, мы будем знать, что мы делаем все правильно, и вы хотите такого больше. И, наконец-то, Карл, хочешь ли ты сказать что-нибудь напоследок? Большое спасибо за то, что принял меня на своем канале. Знаете, может быть, мы сейчас и на медвежьем рынке в ближайшее время. Но мы все знаем, что биткоин в конце концов улетит на Луну. К 20 тысячам долларов. Это просто вопрос времени. Лично я настроен суперпобычьи для биткоина, и точно так же для DeFi, как идеи. Но от коина к коину не приходится, и сложно предсказать для каждого. Но точно можно сказать, что весь DeFi ликует сейчас. Конечно, то же самое с ICO. Это была отличная идея. Децентрализовать краудфандинг для небольших проектов. Но в конечном итоге мы увидели огромную переоцененность, много скама. Так что все может повториться, хотя сама по себе идея замечательная. В общем, думаю, будущее у нас будет очень и очень интересным. Большое спасибо за просмотр, ребята. Мы увидимся совсем скоро на ММКрипто. Как обычно, ребята, кликайте на подписку здесь. И, как всегда, ребята, как всегда, пока-пока. Продолжение следует...